Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил о готовности Киева к мирным переговорам на основе международного права как концепции, условия о котором говорит Подоляк, территориальная целостность и суверенитет государства. Как это заявление воспринимает Кремля? Еще раз повторяем, это все скорее такая схоластика, мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики. Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Палестинское движение Хамас сообщило о гибели своего лидера Хани в результате удара Израиля по его резиденции. Согласно заявлению движения он был убит после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Как Кремле могут отреагировать на случившееся и к чему это может привести? Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хани. Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. И более того, может дестабилизировать и без того напряженную ситуацию. Продолжение следует...